Мы с вами вот здесь. Дело в том, что несколько минут назад я включил, переделал немножко программу. О чрезвычайных обстоятельствах. Вы знаете, что мы живем в России. Вы никогда не слышали такого. Эта поговорка родилась не у нас, нет, в Америке. Если ты умный, то почему ты бедный? А у нас все наоборот. Если ты умный, то обязательно должен быть бедный. Это как бы связано. Ну если бедный, то надо же мозгами шевелить. Но есть логика. Но дело в том, что случилось следующее. Кто не знает, мой этот самый супер абрикос. И почему я сейчас поменял тему. Супер абрикос, манджурский патриарх. Вы видели под ним 40 ведер насыпанных плодов. Вы видели, сколько косочек осталось после этого. Это все в теме, кто же почти одни и те же люди, новичков посидят. Вы б знаете. Что случилось потом? А потом случилось следующее. Значит, на следующий год и вся почва, несколько соток под ними. А вот я не один плодоносил. Десять, двадцать, тридцать ведер дали несколько десятков детей, моих родственников. Я их называю сыновья. Да. Каждый. Десять, двадцать, тридцать ведер. Значит, все было усеяно. Собрать не могли. Собрали всего лишь это. 150 банок трехлитровых косточек. Но дальше уже не могли. Уже все сдыхали. Я же платил девчонкам. А неужели мы не можем больше? И вот это было. А осталось-то, ну, по крайней мере, не меньше. И все, это несколько соток было вот так вот. Видите, вот это. Вот так было засеяно. Вот. Но трава-то росла. И вот она выше-выше. Обогнала. Она и трава по пояс. И наш помощник Андрей скосил их. Три тысячи, пять тысяч бесценных. Вот таких вот. Вот. Ну, вы думаете, вы не в курсе. Вы думаете, тут же все побежали, так это, стучать на меня, да, обзываться, да, обзывались. А вот чтобы наушничать, там железо, с ума сошел. Он уничтожает будущее садоваться всей России. А я еще, как говорили, только трясти априкосовых деревьев, это, берил. Тех самых, которые давали эти двадцать тридцать ведер. Вот это было. Вот. И, сами понимаете, науковых, и плюс еще к науке имеет отношение, очень много чиновников. Их тысячи, они ничего не умеют. Они садить не умеют и не обязаны. Они руководят процессом. Им тоже так было не надо. Но, как получилось, маленькая-маленькая сенсация осталась. Там, где у меня были пересажены деревья, это квадратный круглый метр. Квадратный, но круглый. Вот. И там они, четко это осталось. То есть, я уже говорю, Андрей, ты хотя бы эти не трогай. Вот он вот вокруг обкашивал, а эти не трогал. И так, это был двадцать третий год, наступил двадцать четвертый год, и они целы. Ну, я взял и снял маленький фильм. Почему? Нашелся человек, который заказал мне аж двадцать штук. А куда-то делись жители Курагинского района. Они должны были еще больше купить. Но почему-то сказал, ждем неделю, когда земля тает, земля таяла, а их нету. Привет, это самое, земляки. Курагинский район, это соседний Шушенск. Раньше сюда на лошадях ездили. Вот. Но нету. И вдруг нашелся человек, который заказал десять штук. И я их выкопал, снял фильм. Тут же оказалось, что кому-то надо еще пять. Сейчас еще и еще. И хотя бы вот эти спасти. Вот. И таким образом я им назначил цену по триста рублей. Извините, дело в том, что, еще раз, я живу на пенсию. Не осуждайте меня за то, что я начал с этих самых. Злобский вопрос. Я живу на пенсию. Все мои дети уходят с сиротами этим и больным. Вот. Поэтому смотрите следующее. Вот это я выкопал четырнадцать сегодня. Ой, восьмое. Да, восьмое. Вот оно, перевернуто. Это я сегодня выкопал очередному человеку, который заказал десяток. Вот. И переживаю. Понимаете? Он скажет, что такое мелочь? Так вот это еще не мелочь. Вот. Мелочь это... Вон они, смотрите, вот на переднем плане, которое я выкопал отдельно. Вот. Ну, кто успел, тот не опоздал. А вот те еще меньше в два раза. И все равно 300 рублей. И все равно желающие есть. Но мне надо таких продать, ну, хотя бы штук сто. Я заработаю деньги, опять же, не себе. Хотя бы штук сто продать. Вот это я переделал вебинар. Так. А теперь о чем поговорить серьезно? От таких вебинаров, я надеюсь, когда-то будет зависеть все садоводство России. Почему? Сейчас я вам объясню, почему. Прошел еще один год. Так. Люди подводят итоги. Вытаяло снег. Огромные потери. Мыши жрали, жрали, жрали. У них под снегом они хозяева. Вот. Вот. У меня мышей не было. Зря покупали зерно. Вот столько снегу, они не осмелились вылазить. Вот. Ну, в общем, когда мало снегу, ничего не тронули. Ни одно это. А всякое бывало. У меня был случай. Я-то ученый как. Но, собственно, в горьком опыте. У меня однажды, когда сад был на острове до пожара, сожгли. Там питомник, там было 200 привитых груш и 200 непривитых. Все четыреца сожрали. Вот. И сейчас это все ведут сведения. Жрут мыши и активизировались зайцы. Там, где зайцы, там нет мужчин. Там, где мужчины, там зайцев быть не может. Вот. Были трудные времена. Я сам брезговал давить зайцев петлями и кушать. Ну, собак кормил. Вот. И заодно спасал свой сад. Три дня назад Сергей жил за руку. Батя, научи меня ставить петли. Ну, научил. Я говорю, тебя зачем? Да не мне. Он засаженцы то ли продал, то ли подарил своему другу. А он того уже съели. И тот решил зайцем отомстить. Сад уничтожил. Вот. Я научил Сергея. Сергей поехал учить от своего друга. Вот. И таких случаев по всей России. Это два. Там, где было много снега, вы не поверите. Вот это слова я раньше применял. Помните? Дебильная, идиотская. Сейчас я боюсь эти произносить. Люди обижаются. Он говорит, я сажался в яму и буду садить. Я что, дебил? Вот. И поэтому я применяю другие термины. Неправильная посадка. Видите как? Какой я стал? Неправильная посадка. Вот. К этим ямкам. Где даже зимой стоят лужи под снегом. Под снегом. Добавилось еще метр снега. Где-то 60, где-то 80, где-то метр 20. Добавилось. Пока он тает, поступают фотографии. Выпливают даже яблони. Ну уж яблони-то. Терпеливые терпеливцы. Ну что же это такое? Давайте продолжать. Ну как продолжать? Я сейчас размахнусь на всю страну. Почему я должен делать? Вот это вот очень важное название я придумал. Что селекция агротехника пчелы против меда. Итак, агротехнику знаем мы. Мы садоводы-любители. У нас потери у любителей минимальные. Так? А иначе быть не может. Вспомните холмы. Вспомните задерненные участки. Вот. Вспомните это. Целенькие кроны. Никто их и не это. А получается что? Селекционер всю жизнь селекцией занимается. И он должен получить максимально морозостойкий, зимостойкий, жизнестойкий саженец. Вырастить его. А он его попутно калечит. Он считает что у привитого дерева. А привитое дерево у него нету. По генетике нету. Нету генетики у него этого самого. Этого самого. Просто штампа. Его не существует. Почку привили. А и все равно я вам покажу. И я буду сейчас уже целую бочку катить на них. Понимаете? Вот. Поэтому я что хочу сказать. Получается что селекция по железу. Почерк по железу. Попробуйте. Найдите слово селекция и что вы узнаете. Новая сорта и все. Ну как? Не трогать дерево. Не трогать почву. Вообще не подходить. Хоть и семечко. Будешь там 30 сантиметров. Ну не делайте метр. Не добавляй ран. Будет этот привитый. Вообще вот он идет от земли. И слава Богу. Хоть отсидится под снегом. Вот. Понимаете в чем дело? И я тогда следующее хочу сказать. Что селекция в нашей стране все десятилетия и столетия велась неправильно. Потому что агротехника она застряла на рубежах. С юга шла. Надо было остановиться. А она не остановилась. И теперь вся эта агротехника уничтожила миллионы садов. И распространялось то как? Каждый обязан сделать эти самые. Доктор, кандидат наук. Доцент. Там кто угодно. Научший сотрудник власти. Должен публиковаться. Обязан публиковаться. И еще та же серия это. Идем дальше. Раз уж так случилось. Я хочу быть доказательным. И а то пригодится. Самое главное. Я работаю на дачников. Меня как помахал рукой этот самый. Миницепсельского хозяйства в Беларуси. Во. Молодец. Книга замечательная. Работайте со своими дачниками. А мы как резали. Вот перевозят на это. Я перевожу на русский язык. Как резали так и будем резать. А у них было сказано не так. Мы работаем по регламенту. То есть калечие любым калечие. Это министр. Мне ответил. Я так горжусь. Мне ответил министр всех хозяйств Беларуси. Смотрим дальше. Я сейчас должен что-то вам доказывать. Почему? Потому что еще раз. В агротехнике мы впереди планеты всей. Наука застряла. Я доказывал, доказывал. Еще буду доказывать. Надо ее вытащить из этой задницы. Это нематерное слово. Вот. Что касается агротехники. Пчелы против меда. Смотрим сюда. Я для того, чтобы привлечь внимание. Это наглость. Этого никогда не будет. Вот. Это письмо, которое пришло ко мне. На мою шутку среагировал очень солидный человек. Присоединение Тимурезовской академии к нашему саду. Это моя цитата. Заметьте. Не нашего сада к Тимурезовике. Мы бы это были бы счастливы. Но тогда спасли бы его. Все бы спасали. Понимаете? Это все же надо. Вот. Они же этого не хотят. Вот. А, нет. Хотят. Они этого не знают. Так вот. Хорошо сказано, Валерий Красивоевич. То есть, моя идея. Тимурезовская академия к нашему саду. А? Сказано как. Только не просто к саду, а к новой молодой народной Железовской академии. С учетом всех последователей и продолжателей. Да. На сотни. Да. Наши сады лучшие в России. Дальше. Цитирую другого человека. Состоящие они из ученых. Цитирую мы статьями. Вот еще они у меня и будут. И рисунки 19 века. Цитаты. Статья 21. Рисунки 19. Я вам показывал уже сколько это за 288 семинаров. Десятки раз. Вот. Состоящие академии саду. Состоящие академии садами. Спасибо. Вы меня поддержали. Идем дальше. Уважаемый Валерий Константинович. То есть невозможно. Это не к тому, чтобы мне ответят поднять. Собственный. Невозможно переоценить ваши заслуги в развитии садовства России. Обучение огромной армии садового любитых. К сожалению. Пока мне не дадут трибуну. Всероссийскую. Это останется пожеланием. То есть человек думает, что уже миллионы про меня знают. Нет. Идем дальше. Вот это вот. Вот это вот. Наверное мы сегодня пропустим. Я в следующий раз. Это про корневин. Про... 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 Про украинение. Сад будет пока серьезнее. Считаю вашем учеником Дмитрий. Еще раз. Просто потом вернетесь. Включите второй раз. Кому интересно. Эти самые. Этот фильм выпустил. Вчера подвучера. Или сегодня. Фильм про зеленое черенкование. Когда я этот фильм создал... Нет. Когда я статью написал. 20 лет назад. Ее напечатало 2-3 газеты журнала. Но там были все-таки где-то 20 тысяч читателей, в другом было 70 тысяч, а где-то и 100 тысяч. Я думаю так, ну как же, кто сейчас укоренит, и мы вот с такими вот, с этими самыми, именно кустарниковыми культурами, с огромными, подчеркиваю, плодами, сразу берется лучшее, укоренятся. Вся страна будет ими забита. Где они? Я понять не могу, как случилось, что не пошло это в серию. Вот, мы будем повторять, я увидел, я опять этот фильм повторил через много лет. Ладно, а вот это вот, пожалуйста, просто сейчас я боюсь отвлечься от очень важного дела. Смотрите, приближаемся к теме. Почему? Вот человек пишет, он не предумежден против меня. Он искренне убежден, что железо, наверное, преувеличил. Он не оскорбляет меня. Но, как бы это сказать-то, недоверие прямо это. И он не дурак. Смотрите, это важнейший момент, что у нас сливами полно. Может, у них в Хакасии другие китайские сливы, чем у нас на Дальнем Востоке. Кто-то из дилетантов услышит от чрезмерно сладких, от ягра, от чрезмерно сладких китайков. Это у нас. И заведет у себя в саду. А потом, то есть он понимает так, что кто-то поверит в железу. И заведет себя в тупик. То есть купит кусочки или саженцы купит. Вот. А потом окажется опять с кислыми. И вот он дальше цитирует. Впрочем, у нас дички, полные дички. В основном красная, круглая. Мелкие, сняляющие косточки. Никто не называет китайские, просто сливы. Вот. У желтых косточка полносят, 2-х рублевая монетка. Вот. Еще вариант с выбросом в саду. Ну, в основном кисло-кисло-сладковатые. Но у них на кусочке полмякоти остается как нежуй. Короче, херня у них получается. Но он меньше, у меня тоже самое. Наверное, железо-китайский сливок имеет свое представление. Подобно тому, как о Лукашевке, только наоборот. Тема Лукашевок – это одна из горчайших страниц нашего садоводства. Тоже Дальний Восток. Тоже прекрасные гибридные груши, которые были и морозостройки, и вкусные. Все загубили по этой матери. Но Лукашевке – это он упомянул. Я сегодня не могу о них. Вот. Теперь так. Итак, железо-китайское представление. И вот что интересно, да? Он мне не поверил. Он думает, что я привели, что я буду ту-хту людям подсовывать. И все-таки, наверное, что-то есть у меня полезное. В целом ролик познавательный. Направляющих садоводов эксперимента туда, в будущем, что-то остаться. Вперед, на своем руке. Ставлю лайк. И вот я пишу. А вдруг железо не привеличил? Железо в 1992 году поехал знакомиться с самыми, я считаю, «Успешными садоводами Сибири». Это Субботинский, в скобках, Шушенский. Государственный участок. Это кандидат наук Бойкова Гарина Николаевна, ее муж, ее же помощник. И вот там я впервые увидел... Нет, не так. Я впервые узнал, откуда взялось это все чудо. Когда я приехал в Саиногорск, на второй год, я в 80-м, в 85-м году, на рынках их было столько бедер. Их люди пытались продавать оптом, заливая копейки. Поэтому тащили все, что было. В каждом саду кто-то упомянул красных и немножко желтых. А у нас все цвета радуги. Все вкусные. Вот скажите, человек приходит на рынок и берет из ведра и сливку в рот. Если она горькая, он ее купит? А стоит тогда ее собирать? Да еще надо вовремя, они быстро портятся. Надо прям зелье убрать. И все это чудо, о котором человек из ДВ, вот он, из ДВ, не имеет ни малейшего понятия. Как получилось, что они дальше не пошли? Еще раз про китайские сливы. Это, опять же, это быстро пришел вставить. У меня фотографии сотни. Это сумасшедшие урожаи. Я находил, у нас есть горы, их много. Горы Идая, Караки, горная улица, в районе туда, чем вы все забираешься. Там уже снег лежит. Не тут трава, а там снег. Но тем не менее, китайские сливы плодоносили каждый год, где 40 и за 40. И я за свою жизнь несколько горьких встретил. И сотен. Я интересовался. Я ходил, пробовал, пробовал. Максимум я посадил у себя 40 штук. Все разные. Они имеют особенность. Скосточки возьми много. А тут откапываешь, на дерево вкусное. Корневой отводок взял. Несколько минут, и ты богаче стал на целый сорт. На сорт! Он обязательно будет не такой, как у соседа, у второго, у десяти. Я долго раз узнал, как это могло быть. Маленько разбираюсь не только в этих самых. Генетика это громко сказана. Ну, хотя бы различают, привитые, непривитые. Как несобственные, значит. И чем отличаются, чем не отличаются. И вот тогда я понял одно. Во-первых, я за все эти годы не встретил ни одной привитой сливы китайки. Не важно, какая расцветка. Красная, желтая. Желтая, красная, красная, желтая. Желтая, синяя, синяя, желтая. Желтая, розовая. Желтая, это самое. Красная, розовая. Желтая, розовая, красная. Все это. И ни одной никогда не... Я думаю, господи, а почему же не сладкий? А некоторые, насколько сладкие, есть невозможно. Представляете? Есть невозможно. Один с полосой сахар. И что же тогда, как это случилось? А что, тогда, может быть, китайцы их, это, довели до такого состояния, когда, допустим, пять поколений, десять. Помните, на стороне метра по железу? А вдруг это в Китае изобрели? И вот оно шло. На север, на север перешло, это самое. А здесь реку Амур пошло дальше. Вот уже, это, Приморье, а вот уже Хабарский край с этим самыми сарганцами морозами. Нет. Все тысячи лет, а значит и миллионы лет, отбор был? Был. Как надо продвигать? Из десяти выбрать самую сладкую. Но это и все, это народный отбор. Это значит, что, когда они лезут, как лес, достаточно вырубить невкусное. Это и есть вся народная селекция. Но не преливали. Вот. И вот все, которые, в общем-то, сказал, что я очень хороший человек, видите. Вот. Розди познавательный, чудо-садобот. Вот. Но дело в том, что это важнейший момент. На Дальнем Востоке, откуда пришли, а у нас Байкова, еще трудно было догадаться, что пусть они уже были, а она-то еще раньше начала. А куда ездили мы засажившими? Байковой? К Шушинской, КСУ? Наводнили, они махом раздражаются. Махом буквально. Наводнили, все. Сейчас, правда, это уже нет. Но это другой вопрос, куда же они продевались. А научили. Сказали, что они неправильные. Ну, а дальше наша песня хороша. Я воно сто раз говорил. Спасывши, что страшная ошибка. Вот. И я написал, а вдруг железу не преувеличил. Ну, что, надо возвращаться не только к нам, но и на Дальний Восток. Вот, получается, нет ничего у вас настоящих. Настоящих. Они проскочили от вас к нам. Не напрямую с Китая, от вас к нам. Вот. Но у нас произошел народный отбор, а вас нет. Вот это я почему сказал? Потому что не все про меня хорошее пишут. Вот такое напишут, что я глотаю таблетки одну за одну. Вот. Сейчас смотрите. Я вот перекорюшил весь вебинар. Вот это впервые случилось в моем саду за 40 лет. Я только теории знал, что такое щитовка. Вот. Я уже тогда еще, ну, в Миде там, кстати, асусть она попалась, да? Вот. Везде ее ненавидят. Для меня она такая же безобидная, как грибы. То же самое. Для меня и тлята она не там. Помните, даже были не мной сказаны, а другим человеком. А тлята играет свою роль. Она не дает этим, сворачивая листья, уничтожая. И часть листьев, часть вооружая. Она играет положительную роль. Это вроде эта самая тлята не обязательно такая сволочная, а от нее польза есть. Вовремя закончится это самое. Проходить. Ну, сколько раз говорил. Мы живем в стране с коротким летом. Отсюда наши беды. Короткое лето, болеет дерево, и тут уже и тля, тут уже щиток, и все. Так вот, я первое увидел, ты увидел ее в теплице. То есть, меня в теплицу каким-то чертом, я вообще себе спрашивал, как туда занесло апрекос. Он рос в рост среди персиков. Ну, как-то получилось. А я решил не трогать. Он вырос, я на него привел персик, и нормально. Но дело-то в том, что на нем сейчас, он уже весь цветах, и в этом году, ну, двухлетняя привелки персика, а вот на нем на этом апрекосе. И вдруг я смотрю на апрекосе щиток. Ага, думаю. В чем причина? Правильно. Абрикос хереет. Видите, лятка сухая, прям на вас смотрит. Абрикос хереет, где для нее слишком мягкий климат. Каждому свое. То есть, давайте вспоминать, чем меня упрекали. Я все-таки не последний человек в российском с удовольствием. Чем меня упрекали. А вот у нас с Сибири, что имеем в виду? Выдерживает сараганц? Выдерживает. А ваши эти, поедут на юг, ваши эти самые абрикосы, шикарные, привитые. Заметьте, не на персике поселила щиток, а на абрикосик, на который привитый персик. Вот. Значит, персику комфортно, а абрикосы некомфортно. И вдруг, если, мол, поедет обратно на юг, на запад и юг, это одно и то же. Помните, средне-зимняя температура, моя, по сравнению с Москвой, на 8 градусов холоднее. Это солидная цифра, на 8 градусов. Значит, в Европе там рай. И тогда, получается, что они ослабеют там, эти же абрикосы. И погибнуть могут. То есть, если уже привык к 40 градусам, пусть живет на 40 градусов, я не стану с порога отметать, и не добавлять, не отрицать. Я просто говорю, попав в комфортные условия, абрикос захерел, и только на захеревшую ветку поселилась щитовка. Никогда она ни разу исчез. Я железу, клянусь Богом, меня ругают за это. Попробуй так, а вдруг я вру, а вдруг я преувеличу. Так вот, Богом поклялся, верьте. Это значит, что у меня за 40 лет ни разу в своем саду, а не маленьком, я не видел ни одной, ну, кажется, это ни одной щитовки. И только в теплице, где абрикосу оказалось некомфортно, она шахереть, она появилась. Вы в это делаете сами. Почему? Мы сейчас начинаем захват Тибирязевской академии. Так нам не отдадут. Вот. Идем дальше. Знакомьтесь, кто еще не знает, Елена Александровна Савинича. Вот это теплица. Так. Вот она. Вот это персики, на которых нет ни одного больного листика. Помните фотографию зимой она стояла на коленях и пыталась найти хоть один листик, хоть с одной этой клинкой, или хотя бы с одной... Я уж почти только молчу. Хотя бы с одной капелькой грибов на листике. К сожалению, или к счастью, как сказать, оппоненты сейчас огорчаются. Ну как же так? Это же теплица, она должна быть больным. Помните, как она, наверное, эти самые, как Тибирязевки эти... Феи, они себя феями называли. Как они в этих намортиках ходили и прескали ядом. Вот, вот теплица.